роман приветствую тебя приветствую артем очередная долгожданная встреча приятно всегда с тобой обсудить рынке мы техниками фундаментальных он конечно же поговорить о том что на рынках происходит нашим подписчикам и тем кто следит за совместно с тобой контентом подсказать как можно ориентироваться на рынке что делать потому что ну конечно же одна голова это хорошо а несколько точек зрения это гораздо лучше мы друзья опять же ни в коем случае не претендуем на истину первой инстанции мы только лишь подсвечиваем возможности поэтому в идеале бы вам фильтровать все это с учетом ваших торговых систем может быть даже альтернативных точек зрения и на основании этого выискивать вот золотую середину и принимать решение уже следует роман но я думаю что ты за рынками как никто разумеется следил последнее время обвал индекса американской валюты на прошлой неделе который шокировал многих ну потому что это было перебором то есть такой обвал доллара мы могли бы ожидать например если фрс дал нам сигнал о том что все ребята мы перестарались повышением процентных ставок и теперь пришло время включить заднюю подуматься тогда можно было бы объяснить но действительно такой фундаментальный слон тенденции тренды то есть если раньше доллар просто на ожиданиях того что ставка будет активно расти и дальше то противоположные ожидания могли бы привести к снижению вот я сегодня на своем брифинге рассказывал что текущие котировки по индексу доллара это в районе 106 50 мне очень хочется верить что это как раз предел того снижения который был потому что больше пяти процентов золор потерял за несколько торговых сессий это много для такого консервативного инструмента и нужно конечно же уже как бы покупателям чуть-чуть вмешаться текущая ситуация потому что как ни крути на фон целом связанный с ожиданием того что фрс дальше будет повышать ставку он остался ведь прежним вероятность повышения ставки на 50 байсных фондов она по-прежнему очень высокая но это мягко сказано она стремится ста процентам на самом деле после вчерашних комментариев главы сентрюиса джеймса булларда есть снова акценты и предпосылки того чтобы ближе к декабрю мы бы начали снова степилирует о теме того что ставку могут повысить даже на 75 байсных пунктов но это конечно же маловероятно но все-таки за одну торговую сессию вероятность поднялась со 15 процентов почти вот до 20 вот только что перед нашим эфиром посмотрел то есть есть еще трейдеры которые считают что саху могут снова повысить агрессивным темпом таким которым мы привыкли на протяжении последних четырех заседаний подряд давай к демонстрации экрана у меня как раз индекс доллара открыт текущая котировка 106 38 я конечно же все таки видно уже график да 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 видно я все таки сторонник того что надеюсь что индекс доллара дальше тащить вниз не будут но при этом я понимаю что чтобы индекс доллара даже вернулся хотя бы в район 108 тире 110 пунктов нужен стоящий фундаментальный триггер этого триггера не будет до декабря потому что только лишь в декабре очередной отчет по инфляции заседание американского регулятора поэтому я готов к какому-то периоду консолидации но самое главное чтобы индекс доллара не вели ниже потому что если его потащить ниже это будет конечно же прям совсем выпиюще потому что это будет полностью в разрез даже с каким-то предварительным что ли фундаментальным анализом который имеет место быть перед заседанием фрс в декабре но не буду каркать я все таки считаю что мы уже притормозили с учетом той коррекции которой консолидации образовалась по этому инструменту последние дни и дальше будет либо проторговка 105-107 пунктов либо мы все таки постепенно начнем отрастать на долгосрок опять же кому интересно еще не время агрессивно шатить доллар можно рассматривать филанговые сделки ну а что касается каткосочных тире среднесрочных спекулятивных таких подходов к трейду я бы рекомендовал сейчас посмотреть на пару доллар канадец котировки 1.3320 почему пара доллар канадец интересно в моменте потому что мы видим обвал рынка нефти из-за очередной вспышки к виду в китае причем действительно в этот раз речь идет о значительном росте количества заболевших последний раз такое было в далеком уже 2021 году когда фиксируется несколько десятков тысячах случаев за один день и раньше нужно справедливости отметить что например если бы мы бы увидели такие показатели пример еще хотя бы полгода назад в том же самом промышленном центре хаби гуанчжо китай точно был бы локдау прям как ни крути сейчас власти пытаются сделать все возможное но не прибегать к этим к видным новым ограничениям потому что понимают каким сокрушительным и негативным последствиям это приведет к в отношении показателей экономического роста но рынка нефти кстати говоря он очень сильно испугался этой темы даже потенциального риска новых ограничений это то что ударит по спросу а как спрос влияет на рынок нефти мы знаем китае ключевой потребитель нет и понятно что такое резонанс от этой темы 90 долларов за баррель сейчас трассировки уже у меня долгое время еще с прошлых месяцев была сделка в лонг опять же покупал в районе 90 долларов за баррель с целями 100 и выше чуть-чуть цели не дотянули хотя туда же по диапазону видно что ну почти вот это вот свеча 99 71 около того но не случилось я не закрывался по той крови то ждать все-таки рост последует и вот сейчас по сути откатили к тем уровням скорых я этот актив покупал у меня расклад следующий что если пробиваем 90 долларов за баррель пока что нет смысла держать лонги и вообще не нефть торговать поэтому я и подсвечиваю сейчас канадский доллар как инструмент который разумеется снижается по факту распродаж на рынке углеводородов потому что нефть это один из основных экспортных ресурсов для канадской экономики пара подает признаки коррекционного отката после вот теста уровня 1.3250 еще вот буквально несколько дней назад я думаю что вот эта локальная восходящая динамика продолжится вплоть до следующей недели котировки 1.3323 я предлагаю прям действовать с текущих уровней покупать с целями 1.34 1.3450 так золото еще один актив здесь такие агрессивные смелые покупки потому что отношение золота я прям полностью полагаюсь на индекс рыночных настроений где по прежнему толпа в шортах и это как раз отрабатывает прям на все сто причем уже на протяжении нескольких недель подряд золото уже выросло с уровня 1615 долларов за тройс пунктов до текущих значений я думаю что вынос шортистов находится где-то в зоне 1800 1850 поэтому как минимум кому интересно поторговать поспекулировать рынком драгоценных металлов можно действовать опять же с текущих покупать золото со целями 1800 1810 как ближайший целевой ориентир и еще пару слов буквально про британскую валюту который меня удивляет последние дни эта неделя уж точно куча отчетов которые все тотально указывают на то что фунт нужно шортить вчерашняя презентация бюджетного плана от риша сумка тире джереми ханта повышаем налоги соглашаем государственные расходы а фонд по-прежнему в районе отметки 1.20 это странно я рассчитываю то что вот сейчас это четырехчасовой таймфрейм локально мы снижаемся ниже уровня 1.19 если закрепляемся сегодня все-таки ниже отметки 1.19 то тогда короткие позиции остаются в силе если сегодня концу дня прорываемся выше отметки 1.19 что я на самом деле не очень-то верю это тоже будет абсурдов то тогда фунта также стоит отложить не торговать не спекулировать и не понимать никакую активность роман слова тебе да очень интересно заслушался прямо так сейчас сделаю сразу тогда демонстрацию видно да грузится пока видно так ну да прокомментирую индекс доллара вот я тоже наблюдаю за ним и несмотря на вот твой эмоциональный такой скажем аналитику по поводу того что никто не ожидал что он корректируется на самом деле это же естественное движение рынка да то есть когда у нас в одну сторону идем 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 потом нет технической коррекции называть как это все называют а поскольку я технический анализ люблю поэтому принципе я даже ожидал что когда я уже ждал когда же будет эта коррекция вот она наконец-то наступила я даже не вижу здесь особо вот такого прям не считаю что это какой-то политический фон или что-то мне кажется это просто техническая коррекция и по поводу того что мы сейчас остановились чтобы закрепиться и пойти вверх я бы не согласился почему не согласился обычно такие коррекции доходят до каких-то сильных уровней прежде чем развернуться и вот здесь на недельном графике в один мы видим что предыдущий рост как раз очень мощный был вот на уровне 103 767 индекс доллара смотреть вот и поэтому я все-таки ожидаю что он еще может дойти до этой линии только после нее развернуться вот вот так вот так кстати я очень точно предсказал коррекцию биткоина это зеркальная линия поддержки получается там то же самое было на биткоине вот и сейчас повторяет это индекс доллара и наверное чтобы он все-таки развернулся нужно более мощный какой-то разворот хотя здесь конечно свеча вот этот да свеча на d1 хорошая такая но она медвежья как на pinbar да похоже кто любит там price action вот но она вот как раз таки если кто price action торгует то такой pinbar он должен возникать чтобы быть разворотной фигурой он должен возникать около линии поддержки какой-то хорошей а здесь я не вижу такой линии поддержки она ниже находится поэтому я все-таки ожидаю что он еще снизится вниз но это скажем предположение наше да но более точные прогнозы у меня все таки я больше скальпинг люблю и все кто на мой канал подписан такие краткосрочными торгуют отрезками я бы здесь вот могу порекомендовать что есть все таки сейчас он пойдет вверх то есть нам неважно куда он пойдет пойдет вниз мы ждем в ту линию поддержки о которой говорил если пойдет он вверх то вот здесь у нас есть такая вот линия сопротивление будет зеркальной от нее можно будет шаркать принципе еще выше вот еще одна линия здесь то есть мы входим просто на продажу от этих линий краткосрочно и берем свои свою прибыль вот дальше посмотреть если евро доллар да но он тоже по сути сейчас ты говоришь что фунт тебя удивляет но если у нас доллар растет соответственно ой доллар падает соответственно у нас евро и фунт доллар все они сейчас растут и похожая ситуация он вроде вроде вот сейчас вот пойдет вниз но опять же пока он не встретил сопротивление мне кажется рано ему идти вниз поэтому здесь вот есть еще наверху линия такая сопротивление хорошая тоже зеркальная в районе цены 107 95 и оттуда можно будет продавать я все-таки там ожидаю евро вот но если она все-таки пойдет вниз против моих ожиданий то и здесь мы его ждем около зеркальной линии поддержки вот в районе этой линии красный вот и здесь будем тогда покупать краткосрочно на коррекциях от этих уровней потому что я не верю долгосрочные предсказания я верю то что цена отбивается от уровня поддержки сопротивления это происходит каждый день вот поэтому можно это использовать что касается нефти здесь вообще непонятно пойдет она вверх или вниз предсказывать дело гиблое но если пойдет цена вверх то у нас вот есть линия сопротивления тоже зеркальная мы видим она уже несколько раз подтверждалось три четыре тут пять вот и если цена пойдет вверх то она опять прежде чем пробить эту линию от нее отобьется поэтому от нее можем покупать и зарабатывать на падении вот что касается золота а вот кстати я по индексу доллара еще хотел что сказать что вот если посмотреть недельный график даже месячный наверное вот и если например растянуть линию фибон сетку фибоначчи вот от предыдущего максимума вниз то мы увидим что здесь как раз таки наверху уровень 161,8 и цена по сути дела просто не могла от него не отбиться не сделать коррекцию даже если он пойдет дальше индекс доллара вверх то в районе этой цены в районе этого уровня 161,8 она всегда делает коррекцию то есть уровень фибоначчи они особенно того же на недельных на месячных графиках очень хорошо себя отрабатывает поэтому это стоит учитывать поэтому здесь вполне ожидаемым было технической коррекции так золото по золоту тоже я посмотрел фибоначчи и я вижу что очень неплохо она уже отработала цена золота первый уровень 23,6 и второй уровень вот мы видим прям идеально отбилось 38,2 когда я такое наблюдаю что цена отбивается отрабатывать вот эти уровни это значит что не только я их вижу да но и рынок видит и поэтому очень высокая вероятность того чтобы что она отработает и более сильные уровни а более сильные это 50 и 61,8 самый сильный уровень поэтому если у нас доллар продолжит снижение да какую-то коррекцию временную то можно ожидать что золото будет расти но вот этот вот неуверенный я так ощущаю рост он будет встречаться с сопротивлением на уровне 50-61,8 отсюда можно будет ставить на продажу и зарабатывать на падение причем достаточно долгосрочно вот например на d1 да это график у нас получается от этих уровней цена будет отбиваться там по несколько сотен пунктов а поэтому можно кстати использовать и мой робот например ну кто не знает я занимаюсь разработкой алгоритмов вот и у меня полуавтоматически то есть можно от этой линии войти на продажу первую сделку открываете дальше он уже собирает прибыль и контролирует риски я кстати был в москве недавно конференции вот смарт лап такую бейджик мне дали вот там встретился кстати с разработчиками много интересных людей было вот то разрабатывает алгоритмы пообщался перенял опыт свой алгоритм тоже это включу все поэтому кто кому интересно переходите на мой канал по ссылке внизу там можете получить его бесплатно для торговли через брокер и маркет можно бесплатно торговать вот ну и s&p 500 давайте еще гляну я давно уже жду s&p 500 когда он подойдет к линии сопротивления вот к этой вот и вот он уже собственно к ней начал подходить поэтому если подойдет тоже можно будет от нее продать и зарабатывать на краткосрочном падении вот такие мои прогнозы артем роман спасибо тебе за точку зрения за техническое подтверждение опять же рекомендации это здорово остается только выбрать друзья понимаем что может быть чуть-чуть вас запутали но рынок обычно ну обычно такая штука здесь просто что больше ложится опять же либо какой-то фундаментальный фон скажем так как этим сделкам либо основа технического анализа очень часто бывает что мы с романом пересекаемся сделках поэтому это нормально то что иногда мы расходимся роман тебе классного закрытия недели хороших выходных и я надеюсь что все таки у нас с тобой а чистота этих встреч на рельсов станет и станет уже обычным делом спасибо еще раз и до скорой встречи пока